Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Казахстан готов стать ключом к энергобезопасности Франции. Французский президент Макрон, столкнувшийся с потерей дешевого африканского урана для французских АЭС, вынужден экстренно искать ему альтернативу. Глава французского комитета по регулированию энергетики Эммануэль Варгон в эфире телеканала BFM Business предупредил население Франции о росте тарифов на электроэнергию от 10 до 20%. Конкретная величина роста тарифов будет определена до конца текущего года в зависимости от размера цены, по которой Франция будет импортировать уран. Напомню, что до августа текущего года одним из основных поставщиков урана во Францию и весь Евросоюз был Нигер с долей в 24%. Нигерский уран находился французским АЭС в разы дешевле любого другого. Однако после госпереворота в Нигерии и Мали Франция вынуждена искать альтернативное сырье для АЭС в Средней Азии, поскольку африканский уран заметно вырос в цене. Неудивительно, что взор французов упал на Казахстан. Казахстан с отрывом является крупнейшим экспортером урана в мире, опережая по этому показателю Россию и Нигер в 8 раз, а второго по объему экспортера Канаду в 3 раза. Казахстан также является второй страной мира по запасам урана после Австралии. При этом себестоимость добычи урана в Казахстане является одной из самых низких в мире. По данным французских СМИ, по итогам прошлого года крупнейшими экспортерами урана для французских АЭС являлись Нигер с долей в 24%, Казахстан с долей в 23% и Россия с долей в 21%. Французские власти намереваются полностью отказаться от африканского и российского сырья и переключиться на казахский, монгольский и узбекский уран. Макрон перед своей поездкой в Среднюю Азию заявил о том, что он не только найдет уран для французской атомной промышленности, но и попытается ограничить энергетическое влияние Москвы в регионе. Президент Казахстана Такаев назвал визит Макрона в Астану историческим событием, заявив, что этот визит придаст необходимый импульс экономическому и энергетическому партнерству с Парижем. При этом французские эксперты отмечают, что существенно увеличить объемы экспорта казахского урана будет проблематично. На данный момент добыча урана на казахских урановых рудниках близка к пиковым значениям. При этом из всего объема добычи на долю казахской госкомпании Казатомпром приходится 55% урана, а еще 21% урана на территории Казахстана добывает Росатом, а остальная часть другими иностранными компаниями. Уже со следующего года с запуском в эксплуатацию Росатомом крупнейшего казахского месторождения Буденовская доля добычи урана казахской госкомпании снизится. При этом крупнейшим покупателем казахского урана является Китай, закупая свыше половины от всего объема урана, добываемого в Казахстане. Едва ли Казахстан пойдет на сокращение экспорта урана в Китай в пользу наращивания его поставок во Францию.